Воспитая служба информации, толерадую компании Гомель, у студии и працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Великое спортивное свято распочинается. До других евро-гульня у Гомеля открыли инфоцентр. Своих гостей чекает фан-зона каля лядового палаца. Живая история депутаты областного совета сёння увеццы разглядали пытань незаховання культурной спадчины и народных традиций. Выратование от спеки областный комитет природных ресурсов и оховы новокольного асяродзя обвестил акцию «Пале и древа». А зараз об этом иншим больше подробязна. Сёння в Минску стартует галовная спортивная подея года. Другие – европейские гульни. Привитание членам белорусской делегации накеровал керавник державы президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Александр Лукашенко. Президент подкреслил, что история олимпийского руха у нашей краине давняя и славная. Мы гоноримся белорусскими атлетами, чьи имены и триумфы на зауседы уписаны у летопис перамога и чинного и сусветного спорту. Захапляемся их мужностью, силой духу и волей до перемоги, говорится у привитанне. Быть годными переемниками кумира у попередних поколений, значит показать на других европейских гульнях максимум своих махчимостей и наилепший выник. Яскравыми выступлениями и беспречными рекордами в черговый раз поднять краину на педестал спорту высоких досягнений. Александр Лукашенко выказал упевненность, что нацеленность на поспех, майстерство, профессийные амбиции тренеров и спортсменов проведут белорусскую команду до новых олимпийских вершин. Энергия родной земли надаст на этом шляху силы, а поддержка болельщиков настроить на бескомпромиссную и захапляющую боротьбу за медали, отзначил керавник державы. Президент пожадал членам национальной делегации моцного здоровья, спортивной удачи и гучных перемог на славу Беларуси. Великое спортивное свято приходите у Гомель. Назирать за тем, что отбывается на других европейских гульнях, можно у фан-зоне каля лядового палаца. Для матра у спорту продугледжена и насыщенная забавляльная программа. У фан-зоне разместили спортивные снарады, на яких можно выпробовать свои силы. Есть где и подсилковаться. Разнастайность у присмака у парадуя Гандаль. Особливая увага нададена музычному наполнению. На хадаем працаваць фан-зона пачала сёння у 21. Чакаюць наведвальников, что день до закрытя евро-гульняв. Не засталася у баку от яркого спортивного форума и телерадуя компания Гомель. До евро-гульняв обвещены фото-конкурс «Моя любимая фан-зона». Стать удельником можа кожны. Для этого необходимо досылать свои задымки с фан-зоны на адрес электронной почты фотоконкурс игры собака.тевергомел.by. Ауторы левших фото-задымков отримают призы. Доведаться про детали конкурсу можно на сайте телерадуя компании. Расскажут об других европейских гульнях и туристическом потенциале региона. Сёня у фае Чигуночного вокзала Гомеля открылся Туристский информационный центр. До 30 червня тут что день с 9 ранницы до 18.01 будут працаваць волонтёры. Пассажиров и болельщиков евро-гульняв яны познайомыць не тольки с раскладом спортивных споборництва, але и со славутостями Гомельщины. У буклетах уся самая цікавая информация об агросядибах, культурных объектах, местах отпочинку. Волонтёры, які, до речи, володают замежными мовами, могут допомогти скласти маршрут для тых, кто жадает отпочить у Гомеля. Подкажут, у яких музеях проходят выставы, де ладятся музычные святые концерты. Навод расскажут, у яких гомельских крамах можно набыть сувениры с символикой Европеады. Пассажиры охотно спыняются побач с туристско-информационным центром, и некоторые, увы, не кунават, зменяют маршруты своих подорожжаў. Спонтанно совершенно узнали о том, что проходят эти игры, и изменили все свои планы, и решили быть свидетелями того, что будет проходить в Минске. Нам интересно всё это. Протягиваем выпуск. Депутаты Гомельского областного совета сегодня звернулись до питания о заховании культурной испадчины и народных традиций. У якости прикладу для переймания в опыту обрали Ветковский район. У делу семинары приняли и наши корреспонденты. Для выучения культурной испадчины у Ветковском районе можно обрать любой населенный пункт. Народные традиции тут заховываются практически повсюдно. Пачынаюши с самой Ветки, где больше як 30 годов працуе Музей староверства и беларуских традиций. Што год з яго уникальными коллекциями знайомятся до 8 тысяч человек, які праезжают сюды не только из Беларуси – из России, Германии, Италии, США и Бразилии. Значной популярностью на Ветковшине корыстаецца и уключена у спис историко-культурных каштавностей в Беларуси храм святителя Миколая Цудотворцы – увёзцы Жалезники. Он был побудован 155 годов тому. В 1930-м церкву закрыли. Протяглый час тут находился сельско-осподаршие склады. В 2006-м, после завершения капитального ремонта, храм снова отшинил дверы. Прошим знакомитый он не только свою историю. Сегодня тут собранные соправдные святыни. Матушка Ирина рассказывает удельникам сустрэши об наибольшь ушановываемых иконах. Икона Всецарицы, которая исцеляет от онкологических заболеваний и другие заболевания людей, получают помощь в различных случаях. На иконе много приношений от людей. Белорусская народная культура особливая. Одночасово с поклонением религийным святыням широкое расповсюживание мают старожитные ляльки-обереги. Их выработом займаются практически во всех сельских домах культуры, як и захованием и пропагандой мясовых традиций. У нас есть коллектив со званием народным. Это клуб любителей народных песен или самовара. Это старые женщины, которые передают нашим деткам, они передают то, что они знают. И мы не то, что мы сами что-то там придумали, переделали, а то, что им передали, их бабушки, они уже передали нашим деткам. И вот нас из поколения в поколение мы передаем именно наши традиции, наши светиловические. Побытовые танцы, посиделки, народные обрады, старожитные иконы и рушники. На протягу дня депутатам демонструют целый пласт самопытной культуры. Задача – ознайомиться с вартым для переманья вопытом по заховании народных традиций. После Чернобыльской катастрофы Ветковский район стратил омаль 60 вёсок и разом с ним пылную частку исторической спадшины. Но при этом тут всё-таки сдолили заховать традиции, которыми на протягу 100 годов был знакомит регион. А это позволяет сказать обмахчимости дальнейшего развития туристической сферы. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадо компания «Гомель» Ветковский район. Для забеспечения росту объёму промысловой вытворчасти необходимо заденять 6-7 махчимые резервы. Такую задачу поставил сёння на посадженне Гомельска Хагарвы Конкама перед керавниками промыслового комплекса областного центра и отказными службами старшиня Хагарвы Конкама Пётр Кириченко. На необходности пошуку резервов зарабил акценты наместник старшини Палаты представников национального схода Беларуси Баляслав Перштук, який так само принял удел у посадженні. У целому экономіце промысловості города виконываються основные и додатковые показчики по экспорте товаров и послуг, промых замежных инвестициях, створенні новых працонных местов, розничным товарообороті, обороті громадского харчавання. Однако есть вопросы, которые потребуют решения. Это у приватности индекс физичного объема промысловой вытворчасти, рештки готовой продукции на складах. За 100 день май промысловые предприемства Гомеля вырабили продукции на 2 млрд 700 млн рублёв. При этом индекс промысловой вытворчасти до 5 месяцев минулого года крыху знизився. У третьим и четвертым кварталах назіраўся рост показчиков группы валайомистых предприемствов. Остатні предприемствы так само нацелены на выкананне поставленных задач, поляпшэнне выника у финансово-гасподарчая дзейнасті у целым. Для этого потребный выпуск новой продукции, установка новых вытворчых ліній, проведение реконструкции дзеючых. Прадставники мясовых уладаў завтра откажутся на звонки грамадян. У гэтою суботу знову пройдуть промыя лініи. У Гомельскім аблывыканкамі звороты будзе прымать керавник справ Алена Кличкоўская. Нумар телефона у Гомелі 33 12 37. Прамая лінія працуюсь 9 до 12 годин. У гэты шас на сувізі будзе намеснік старшыні гомельскага гарбы Канкама Александр Сівакоў. Нумар телефона 33 09 59. У выніку працяглых аспякотнага надвор'я на Гомельщыне гінуць не толькі сельска господарчая культуры, але і зяленые насаджэнні. Для іх вратаванні обласны комітэт природных ресурсав і аховы навакольнага сяродзя обвястіў акцію «Палей древа». Прапановамі екологаў пацікавіўся Олег Сінцероў. Карцина, яку і сёдня можна надзіраць практична на любой придомавай тэрриторіў гибель рослин. Калі вялікі древа спякотувші не ек періаносіць, то маладые явно гінуць. Скручаная лістя, яке хучыць за сё падуць задовга да на доходу в осіні, выкликаюць зусім нерадоснае пачуцці. Сколькі на гомичні так званых зелёных насаджэнів, дакладна напоўна не веде ніхто, але видавошна, што выніку сёдня спякоты, частка зыгзагіня, да помагчі рослинам выжыць ў таких умовах можа толькі чалавек. Весна гэта года на гомичні бала адзначана масовым адзеляніним тэрриторіў. У рамках наведзіні парадку на зямлі высаджана звыж 70 тисяч саджанців. Парк семейных древ у Гомелі закладі ровна два місяца тому. Тепер його приходіцца терміново выратовуваць. Участвували в акції, посадзіли древія своі, со своїми фамилиями. І тепері, з-за того, що жаркое лето, приходім поліваць, нет осадков, паэтам хатім поміч древіям восстановіцца, што бы вони росли і создали здесь уголок отдыха для сім'ї. Для вратовання зелёных насаджэнів і насаджэнів і насаджэнів пунктах обласний комітет природних ресурсів і оховы новокольного сяродя обв'язав акцію «Палей древа», коли рослину поливаць хоча б раз на дыдень, і її можна выратоваць. І така ліць ба. Сьогодні тільки у Гомеля проживає коля 270 тисяч працездольних людей. Сюди ж можна додати так само старшокласників, навчанців коледжів і студентів, ліць ба буде яшче більш значний. Коли кожна пронесе хоча б одне ведро вады, а сяродя для проживання стане куды більш комфортним. Хотелось бы обратиться ко всім жителям і города Гомеля, і Гомельської області. Якщо є можливість, то політе дерева, щоб вони не пропали, щоб вони не засохли. А ми будемо вже зі своєї сторони. Будемо підключати і державні органі, такі як ЖКХ, а також будемо обращатися к містним органам власні, щоб у нас був організований полив всіх деревьох. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадокомпанія Гомеля. Температурні рекорди дня, пабіты учора у Віцібську, Могилєві і Гомелі, поведаміли у Республіканськім гідромідцентрі. У приватністі у нашім обласнім центрі було зафіксовано 32,7 градуса. Дагетага самым гарачам лічиться 20 червня 2002 года з максимальній температурою 32,3 градуса. Спякота заховується. На суботу знову обвешчена оранжеву узровіння вясь пекі. Папаудньовым у сході країны паветра може прагрецца до плюс 34, як чекається спякота спадзе на пачатку наступного тыдня. Концерты выстава ретро-техніки. Следші комітет по Гомельскай в області організаваў мероприємства, на якої запрасіли не толькі супрацовнікаў ведамства і іх сім'ї, але і ўсіх гараджан. Прысвятили яго Дню Сінародной пам'яті ахвяр Віалікай Айчынай вайны і 75-й гадавіні вызваління Беларусі ад фашысткіх захопнікаў. Такое мероприємства кераўніства обласного слетчага комітета вырашыла правісті ў першыню. У організаціі дапамаглі обласны музей военной славы і гістарышныя клубы. Музычне суправаджэнні забязпечував оркестр Гомельскай паграничныя групы. Музыканты выконвалі творы на патріотычную і военную тематыку. На протягу 2-х годзін на культурну пляцовку ведамства увахот был свабодны для усіх. Прохожі з інтарэсам заходзіли на гукі музыкі, разглядалі военную техніку і зброю часоў Віалікай Айчынай вайны. Целью этого мероприятия является приобщение как сотрудников Управління Слесного комітета Пагомельскай обласі, а також і всех горожан к сохраненню культурной і историчніх традицій нашей страны. Для пограничников 22 июня – это день первых подвигов, пограничников в годы Великой Отечественной войны. Потому что именно пограничники приняли на сега удар первыми вражеских захватчиков фашистских войск. З нагоды дня усінародной памяти Ахвяр Віалікай Айчынай завтра у Гомелі на площі працы, каля Вечна Гагню, отбудзіцца мітинг-рэквіем. Прем'єру спектакля «Забыть» герастрата представили сёння у Гомельскім обласным драматичным театры. Трагикомедую поставіў режісёр, які даўно звязаны з Гомельскім театрам. В 80-х годах Вячеслав Кручкоў служіў тут галовным режісёрам і поставіў немало спектакляў. Адным з їх був спектаклі «Забыть» герастрата. Так што сучасная постановка своясаблівая да не на пам'яті багатому гістарычному минулому театра. Стваранікі спектакля задаюцца пытаннім, ці можна забываць зло. Калі забыць страшныя з'явы, вайну, забойствы і здрады, шчасаміх апраудаюць і даруюць. А яны обавязкова вернуцца з новымі пакутамі і гібеллю таго, чым магла б ганарыцца цивілізація. Глядачам прапануюць празважаць на гэтую тэму і зрабіць свае высновы. Мало паявілоць вот такіх класічаскіх праизведені, які, в общем, вечні, але в них, так сказати, звучат дуже хороші мисли. П'єса стара, та стара, але чому именно сьогодні? Тому що вона вдруг виросла в дуже актуальну тему. Тему, яка зараз відбувається у всім мірі. Це і елементи фашизму відбувають, і елементи ІГИЛа, які, так сказати, ловкі люди, які дурманюють голову мільйонам людей. Все вони біжали к моєму костру, вони біжали і плакали, і кричали, і рвали на себе волоси. І тоді я збіжав на возвышення і крикнув «Люди!» «Этот храм сжег я! Моє імя Герастрат!» Роли виконують народна артистка Беларусі Людмила Корхова, заслуженый артист Юрий Фейгін, артисты Александр Алауринович, Анастасія Задорина, Алексей Бычко, Уладислав Карака і інші. Постановку примірковали до 80-ти годзя драмтеатра, якое буде означаться у Снежніх гетага года. Убачить спектакль «Забыть Герастрата» можна буде так само 22-го і 23-го червеня. Гетто і атак само інші новини ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі www.teveragomil.by. На цьому випуск завершений. Дякую за увагу і до нових зустріч у ефірі. Де-факто продолжає ефір телеканала «Беларусь-4» в студії Александр Гамоля. Здравствуйте! Перевернувся с пассажирами на лодке, одного із них спас, но сам утонул. Далеко от деревни Михайловка, Светлогорського района, водолазы іщут 59-летнєго мужчину, который ушел под воду на реке Березина. Как стало известно, случилось это во время переправы подупившей компанией за четырех человек с одного берега на другой. Сначала люди отдыхали возле водоема, а потом захотели переправиться на противоположную сторону реки и согласились на предложение мужчины доставить их на другой берег. Но в процессе переправы самодельная лодка дала течь. Одна із жінчин испугалась і спрыгнула в воду. Лодка перевернулась, а один із мужчин начал тонуть. Владелец плавсредства пришел к нему на помощь, смог подсадить его на перевернутую лодку и подтолкнуть ее к берегу, а сам утонул. Основной причиной данного происшествия явилось это распитие спиртных напитков, также использование маломерного судна, не подлежащего регистрации старого, к тому же, а также отсутствие спасательных жилетов на пострадавших. В хирургическое отделение областной клинической больницы были доставлены водители и пассажир автомобиля «Фольксваген Гольф», в который накануне врезался «Ситроен». Авария произошла на участке трассы М-10 между Гомелем и Речицей. Как рассказали в ГАИ, причина – несоблюдение дистанции. Водитель автомобиля Ниссан Немо столкнулся с «Фольксвагеном», когда ехал с ним в одном направлении. В салоне «Гольфа» находились две женщины. Обеим понадобилась госпитализация. В сложные погодные условия госавтоинспекция обращается, конечно же, к водителям, быть более внимательными на дороге, соблюдать, конечно же, дистанции, если почувствовали ухудшение самочувствия, либо почувствовали, что очень жарко, лучше, конечно, остановиться, сбрызнуть лицо холодной водой, ну и, конечно, иметь при себе бутылочку холодной воды. И не забывать о том, что детей в автомобиле все-таки необходимо перевозить с использованием детских удерживающих устройств. С 19 июня по 28 июня территории всей Гомельской области проходит профилактическое мероприятие. Ребенок – главный пассажир и сотрудники госавтоинспекции, конечно же, особое внимание будут уделять именно правилам перевозки несовершеннолетних детей в автомобиле. Милиция предупреждает, во время проведения вторых европейских игр в нашей стране могут активизироваться мошенники. Правоохранители усилили несение службы по всем направлениям, но предостерегают жителей Белоруссии и гостей спортивного первенства от манипуляций с банковскими картами. Речь о скиммерных устройствах, которые мошенники незаметно крепят к банкоматам. Благодаря подобранным к банкомату накладкам на клавиатуру, картоприемники, камеру, злоумышленники могут получить доступ к персональным данным картовладельцев, а потом списать с их счетов все средства. Милиция будет внимательно следить за такими попытками обмана, но и гражданам советуют быть бдительными. Общемировая практика показывает, что глобальные массовые спортивные мероприятия приковывают внимание не только болельщиков, любителей спорта, но и злоумышленников, которые стремятся в страну, где проводится данное массовое спортивное мероприятие, для совершения противоправных деяний, в том числе и киберпреступлений. На сегодня это вся информация. Оставайтесь на Беларусь-4. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Беларуси стартовали европейские игры. Сегодня прошли первые встречи по баскетболу и предварительные поединки по боксу. Гомельчане в них не участвовали. В субботу в ринг выйдет только Вадим Панков. В воскресенье пройдут предварительные бои, где будут выступать гомельчане Эмил Алиев, Владислав Смягликов, Виктор Чварков, Галина Бруевич, Антонина Аксенова и Виктория Кибикова. 22, 23 и 24 июня также пройдут турниры по спортивной акробатике, баскетболу, велоспорту, дзюдо и легкой атлетике. К другим темам в эти выходные пройдут очередные поединки чемпионата Беларуси. В 12-м туре высшей лиги в Гомеле пройдет Полесское дерби. Футбольный клуб «Гомель» на домашней арене примет мусорскую славию. Напомню, зелено-белые находятся на 13-й позиции в турнирной таблице. Мазыриане на седьмой строчке. В 11-м туре первой лиги «Локомотив» встретится на своей площадке с новополоцким «Нафтаном». Светлогорский «Химик» сыграется с «Маргонью», а «Реческий спутник» с «Бавруйской белшиной». На сегодня в турнирной таблице «Спутник» занимает третье место, «Локомотив» – пятое, а «Химик» – десятое. Пятеро гомельских хоккеистов вызваны в кемп молодежной сборной Беларуси. Стартуют учебно-тренировочные мероприятия сборной Ю-20 24 июня. В команду прибудут 26 хоккеистов, из которых нашу область будут представлять защитники Павел Денисов, Александр Шкрабов, Павел Воронов и нападающие Олег Кочеловский и Александр Антошков. Напомню, в августе молодежная сборная Беларуси и хоккейный клуб «Гомель» сыграют в Кубке Салея. Первые матчи пройдут 1 августа. Подопечные Дмитрия Дудика встретятся в гостях с Могилевым, а гомельчане поедут к пинским ястребам. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова